Проверки дворов сотрудниками Управления городского хозяйства продолжаются. За прошедшую неделю проверили порядка 70 придомовых территорий. Вопросы к проезжим компаниям остались те же. Это не в свое время проводится убор по очистке снега от налоги проездов. Это посыпка налоги песком, противоположным материалом и не осуществляется вывоз снега. Естественно, по вывозу снега из 28 управляющих компаний, 12 управляющих компаний, которые вывозят снег, предоставили нам документы на текущий момент, что у них заключены договора и что они снег вывозят. Не все управляющие компании предоставили такую информацию. При осмотре дворов, однако, видно, что снег они вывозят, отмечает Игорь Ролдуве. Давайте обратимся тогда, соответственно, в прокуратуру с тем, чтобы проверить. Ведь за это берутся деньги, да, на уборку территории вывоз снега. Куда, соответственно, эти деньги направлять? Мы давали неделю, да, на то, чтобы управляющие компании подтвердили то, что они выполняют свои, соответственно, обязательства. Потому что люди очень ждут, что дворы будут чистые, снега там, соответственно, не будет. Поэтому готовьте запрос, видно, вы же недостаточно. В жилинспекцию направлено семь сообщений о ненадлежащем содержании придомовых территорий. Отличились в одном дворе жилищник МКД, управляющая компания. После проверок со стороны администрации трем компаниям вынесены предписания. В списке МКД с двумя домами, управляющая компания с четырьмя домами, жилищник с тремя домами. На устранение нарушений срок дан до конца текущей недели. О ситуации по уборке снега доложил директор муниципального автономного учреждения благоустройства Дмитрий Федоров. С начала периода с территории города вывезено 30 тысяч метров кубических снега. То есть за неделю вместе с дворовых территорием, с основной, это у нас составило 12 тысяч метров кубических. С начала периода с привлеченными сторонними организациями уже с территории города вывезено более 70 тысяч метров кубических снега. Игорь Раудови рассказал на совещании, какие работы ведутся на КНС 51 микрорайона. В течение недели, говорится, проводилась очистка в КНС, заказывали специальную технику из Москвы, из Калуги подъезжала. Поэтому, говорится, всю неделю работали, КНС также продолжалась работа ночью с переменным успехом. У нас КНС, говорится, сами насосы то отключались, то включались. Вот, говорится, специалисты приезжали, чистили ее, разбирали. И в субботу, говорится, добились того, что все-таки она запустилась, и вот она, в текущий момент, она работает. За это время рабочие извлекли из КНС нерастворимые салфетки, множество хлопчатобумажных перчаток, ватные палочки, средства гигиены. Из-за мусора насос забивается и выходит из строя, его приходится вытаскивать и чистить. По словам Игоря Раудови, дробилки не справляются с мелким мусором, корзину приходилось чистить ежедневно. С строительными, соответственно, компаниями поработали, чтобы пристройки, да, люки не использовали, как тоже место сброса мусора. И, соответственно, мы говорили, что проверить тоже поставить решетку в школах, да, что выходит, соответственно, из канализации школьной. Заместитель по коммунальным вопросам говорит, что работа по установке решеток в процессе. Будут смотреть, откуда какой мусор идет. По предстоящим в марте выборам президента выступила Анна Середюк, председатель территориальной избирательной комиссии Обнинска. В Обнинске проголосовать можно будет на 42 избирательных участках. Адрес своей участковой комиссии можно проверить на сайте Центральной избирательной комиссии во вкладке «Цивровые сервисы». Это для тех, кто не помнит или даже не знает. На выборах президента Российской Федерации будет работать механизм «Мобильный избиратель». Если 15, 16 и 17 марта у вас не будет возможности проголосовать по месту жительства, то вам нужно заранее подать заявление о голосовании по месту нахождения, включение в список избирателей по месту нахождения, и вы тогда сможете проголосовать на любом удобном для вас избирательном участке. Заявление можно подать с 29 января по 11 марта через портал госуслуг МФЦ, либо в территориальной избирательной комиссии города Обнинска. Пункт приема заявлений ТИК расположен в администрации города по адресу площадь преображения дом 1, кабинет 109. Информации очень много. То есть запомнить за один раз, понять, что делать, куда идти, трудно, невозможно. Давайте для каждой группы избирателей, у которых одни или другие вопросы, или маломобильные, или те, наоборот, у которых нет постоянной регистрации, или еще что-то. Но более подробно будем говорить и делать какие-то, ну, такие, как памятники, да, и об этом людям рассказывать. Ну и, соответственно, нам нужно действительно достучаться до каждого человека и объяснить ему, как исполнить свой гражданский долг удобно, да, и чтобы это было быстро и комфортно. Выборы президента Российской Федерации пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Дмитрий Глухов, Обнинск-ТВ. Продолжение следует...